Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – универсальные типы. Изучив материал данного урока, мы с вами научимся понимать работу обобщений, то есть универсальных типов. Мы с вами рассмотрим такие понятия, как ковариантность и контрвариантность обобщений, познакомимся с еще одним интересным типом, который называется Nullable, и также рассмотрим такие конструкции, которые позволяют реализовать нам в языке C-Sharp операции поглощения. Но вы не пугайтесь, много новых слов, но урок будет достаточно простым. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению правил использования универсальных типов, давайте посмотрим, как они создаются, что же это за конструкции в языке C-Sharp, и познакомимся с ними. Мы заходим в Visual Studio, заходим в первый пример, и смотрим. На девятой строке мы создаем класс с именем MyClass. Обратите внимание, сразу же после имени класса стоит вот какая-то такая конструкция, пока нам непонятная. Здесь важно сказать вот что. Мы знаем, что такое параметры. Вы скажете, да, конечно, параметры уже встречались с нами при работе с методами. Так вот, оказывается, параметры бывают не только у методов, но параметры бывают и у классов. И когда мы создаем класс с параметрами, то мы такие классы будем называть параметризированные классы. Параметризированные классы. Вот смотрите, на девятой строке мы создаем класс с именем MyClass, параметризированный, в данном случае, T, к примеру. И вот если в методах параметры указываются в круглых скобочках, то параметры классов указываются в угловых скобочках. Видите, да, вот такая небольшая разница. А вот то, что передается внутри параметра класса, правильно называется указатель места заполнения типом. Оказывается, сюда будет подставляться какой-то тип вместо этого T. Что это значит? Просто имя класса, например. Сейчас мы с вами посмотрим. Сейчас мы с вами посмотрим. Давайте зайдем на одиннадцатую строку и посмотрим. В теле класса MyClass, пока еще здесь не совсем ясно, что происходит нам, да? На одиннадцатой строке мы создаем переменную field. Обратите внимание, какого типа? Вот этого типа T. Скажите, ну я же здесь могу написать любое имя, даже свое. Вот взять вот так и написать Alex, например, да? Alex. Смотрите. Alex. На девятой строке мы создаем класс, сомневая класс, параметризированный вот каким-то... Это вроде бы и не тип, какое-то простое слово, правда? Хорошо. Непонятно пока, да, что здесь происходит. Значит, на одиннадцатой строке мы создали поле field непонятно какого типа. На тринадцатой строке мы создаем метод с именем метод в теле метода. Обратите внимание, что здесь происходит. Мы на поле field вызываем метод getType. А мы помним с вами, что метод getType возвращает ссылку на построенный им экземпляр класса type, который содержит в себе всю информацию о том типе, видите, да? О типе того члена поля в данном случае, на котором был вызван этот метод getType. Поэтому метод getType нам должен будет выдать полностью передательский весь тип вот этого поля. Но пока не знаем, какой здесь тип, видите? Здесь тип у нас пока неопределенный. Я не определился. То ли я хочу, чтобы это было имтовое поле, то ли я хочу сделать его стринговым. Пока не знаю. Заметили, да? Казалось бы, конструкция несложная, но пока имеются непонятные моменты. А давайте мы теперь посмотрим, как мы создаем экземпляры таких классов вот с такими непонятными типами. На 24-й строке мы создаем переменную instance, instance1, типа myClass. И смотрите, в качестве параметра типа мы передаем тип int. Еще раз. В качестве параметра типа мы передаем тип int. Что это значит? Давайте посмотрим. Если мы вот сюда в параметры передаем int, вы скажете, скорее всего, вот этот int подставится вместо вот этого t. Правильно? И получается подставится вместо вот этого field. Вы видите? И значит, когда мы строим экземпляр вот этого класса, видите? MyClass, который у нас в качестве параметра типа принимает тип int, видите, да? То поле field этого класса будет int. Мы уже с вами помним, что когда мы создаем экземпляры, сначала у нас создается объект, правда? А потом у нас создаются экземпляры. Так вот, поле этого экземпляра будет каким? Скажите, intовым, целочисленным. Ага. И на 25-й строке мы на экземпляре instance вызываем вот этот метод, видите, да? А что делает вот этот метод? Он выводит на экран тип вот этого поля. Мы говорим, скажи нам, пожалуйста, его тип, getType. А мы уже знаем, что здесь, в нашем случае, t заменилось словом int. Вы видите? Оказывается, классы в своих параметрах принимают не какие-то значения. Они принимают просто типы. Они принимают просто некие типы. И подставляют их вместо своих вот таких вот таких условных значков, скажем так. Хорошо. Смотрим. На 28-й строке мы создаем экземпляр класса myClass. И в качестве параметра типа передаем тип long. Это получается, что в данном случае построится экземпляр класса myClass, а в нем поле field будет какого типа? Вы скажите, long. А ниже, на 32-й строке, мы создаем еще один экземпляр класса myClass и в качестве параметра типа подставляем тип string. А у него какое поле будет? Типа field. Типа string. Давайте выполнимся и посмотрим. Смотрите. Все методы, обратите внимание, вывели нам те типы, видите? Типы поля field. Три раза. Видите, мы вызывали, мы три раза вызывали метод. Обратите внимание. Хорошо. Давайте вернемся еще раз на девятую строку и уже прочитаем правильно, как же звучит правильно этот класс. На девятой строке мы создаем класс с именем myClass, параметризированный одним указателем места заполнения типом. Указатель места заполнения типом. Почему вот этот t, вот этот, вот этот параметр, принято называть указателем места заполнения типом? Представьте себе ситуацию в жизни. Вот стою я, рядышком стоит пустой стол. Видите? Видите? И теперь я пальцем начинаю показывать на сидушку этого стола. Вы меня спрашиваете, Александр, куда мне положить кошку? Я говорю, вот сюда, на стол. Скажите, а куда мне положить тетрадь? Я говорю, вот сюда, на стол. Куда мне сесть? Я скажу, вот сюда, на стол. Какую роль я играю? Вы скажите, ты играешь роль указателя на место, которое может быть заполнено типом. Человек, кошка, тетрадь или еще кто-то. Правда? И поэтому вот этот параметр, мы с вами назвали вот там значком, вот там по-всякому, да? Мы теперь будем называть указателем места заполнения типом. Значит, на девятой строке мы создаем класс имени MyClass, параметризированный указателем места заполнения типом t. На одиннадцатой строке мы создаем открытое поле типа указателя места заполнения типом t. На одиннадцатой строке мы создаем открытое поле field какого типа. Мы пока не знаем какого типа. типа указателя места заполнения типом t. И теперь мы видим на 13-й строке, мы создаем метод, в теле которого мы выводим на экран тип поля field. Понятно, что для разных экземпляров тип этого поля будет разным. Почему вы скажете? Потому что мы не знаем, какой тип будет подставлен в месте создания экземпляра этого класса. То ли тип int, то ли long, то ли string, то ли какой-то наш тип, который мы создадим сами. Просто еще раз. На 9-й строке мы создаем класс, имнимая класс параметризированный указателем места заполнения типа t. В теле класса на 11-й строке мы создаем открытое поле field типа указателя места заполнения типом t. и на 13-й строке мы создаем метод, в теле которого мы выводим на экран тип поле field. Еще вот этот тип на 9-й строке называют открытым типом. Почему открытым? Потому что он открыт к помещению в него какого-то типа, уже настоящего типа. Вы видите? Он считается открытым. А вот здесь считается, что мы его закрываем типом int. Так вот смотрите, как диктуется 24-я строка. На 24-й строке мы создаем экземпляр класса myClass и закрываем его типом int. Продолжение следует... Продолжение следует...